Но разговор у нас достаточно простой. Поверка счетчиков. Кто-то вам может говорить, что поверка счетчиков через год, через два, через три, через четыре, через пять. А давайте все-таки обратимся к специалисту, который эти счетчики проверяет, чтобы мы могли определиться, через сколько вам необходимо это сделать. Так, через сколько? Давайте узнаем. На сегодня, 24 сентября, вступил закон о поверке счетчиков в дополнение к закону, в котором говорится о том, что сейчас создана база, единая государственная реестра, которая называется «Аршин», в которую каждый прибор, поверенный любым поверителям Российской Федерации, будет занесен в единую базу приборов измерения. Банально получается так, что вы можете открыть сайт, посмотреть, когда был поверен ваш счетчик, какой даты, с каким показанием. Ну, показания, возможно, нет, но номер счетчика будет зарегистрирован, марка, вид счетчика и, самое главное, дата поверки. Что исключит обман людей, потому что говорят, поверяйте счетчики, а счетчик поверять не надо. То есть, он еще может служить людям. Теперь вы можете своими глазами убедиться, когда делать поверку вашему прибору. Если вы забыли, допустим, поверили его там пять лет назад и не знаете, какая дата у вас поверки, что вам через год надо поверять его, или через три месяца, вы можете спокойно посмотреть, найти свой прибор в единой базе. И данная база поможет навести порядок в том бардаке, который сейчас присутствует. Потому что на данный момент ни управляющие компании, ни водоканал, ни другие организации четко не ведут эти данные. То есть, там нет единой базы вообще. Каждый, как хочет, так и записывает эти данные и в каком угодно виде архивирует их. То есть, все станет на круги своя. Вы сможете полностью убедиться в своем приборе учета. И далее вообще никто не в состоянии вас упрекнуть в чрезмерном расходе горячей или холодной воды. Но вопрос остается открытым. Кто может это сделать? Так вот, это может сделать компания «Водомер». Мы указываем не только тот счетчик, который поверили. Мы указываем прибор, которым осуществляли поверку. То есть, он тоже подлежит записи. То есть, ваш счетчик СГВ-15, номер такой-то был поверен таким-то прибором в такое-то время, вплоть до того, что там может даже время пишут, когда поверялся этот прибор. И указывается межповеречный интервал этого прибора. И через 6 лет или там через 4 года этот счетчик нужно поверять заново. Хочу заметить, рассказать о том, как часто поверяются счетчики. То есть, многие люди, не знаю, говорят 4 года, 6 лет. На самом деле, умеете читать, открываете паспорт, читаете. Там все написано. Межповеречный интервал счетчика всю жизнь был 4 года на горячей воде и 6 лет на холодной. Но в последнее время заводы-изготовители, именно заводы-изготовители, начали выпускать счетчики с интервалом 6 лет на горячей и 6 на холодной. Но до сих пор есть приборы, которые поверяются раз в 3 года, раз в 4 года. Есть приборы, наверняка, которые поверяются раз в 8 лет. Но это должны быть приборы суперточные, супернадежные. Но большинство, я бы сказал, 90% счетчиков имеет межповеречный интервал 6 лет. Поэтому и раньше большинство счетчиков имело интервал 4 года и 6 лет. То есть это сейчас более-менее упорядочено. Все производители не хотят отставать друг от друга и поэтому пишут межповеречный интервал 6 лет. Это самый распространенный межповеречный интервал на бытовом счетчике воды. Знания должны быть правильными. Знания, которыми я с вами делюсь, говорят о том, что водомер, как представитель Битара, предлагает максимально надежные счетчики. Это как автоматы. Есть разные, но есть легенда АК-47. Пять лет назад, десять лет назад, этот прибор был номер один в России. Он продавался больше всех в России и был такой период, что каждый второй счетчик в России, каждый второй, был счетчик Битара. Это была написана даже статья в журнале РБК и была приведена статистика рынка России по счетчикам воды. Как вы думаете, если счетчик так распространен, его любят, его покупают, от него не отказываются, значит, сама цифра, количество проданных счетчиков, количество изготовленных счетчиков горит сама за себя. Люди не дураки, брать дорогой прибор в таких количествах не будут, брать дешевый прибор, который некачественно ломаться, в таких количествах не будут. Значит, цена качества соответствует оптимальному варианту, то есть цена не высокая и качество хорошее. Поэтому прибор сам себя продвинул на рынке России очень активно. Соответственно, по статистике 1-2 прибора на тысячу счетчиков брака. Брак есть, не бывает счетчиков без брака. Это фактор, либо человеческий, либо там еще какие-то условия влияют на брак, но он существует. И я не знаю таких товаров, в которых нет брака. Но задумайтесь, цифра 1-2 прибора на тысячу штук. Это надо быть очень невезучим человеком, чтобы вам попался этот единственный бракованный счетчик из тысячи штук. А тысяча штук? Это не один процент даже, это еще меньше. Это одна тысячная процента. Возможно. Но я хочу сказать, что Битар это российский производитель стопроцентный. И люди говорят, да, все делается в Китае. Нет, не все делается в Китае. Завод Битар это я всегда сравниваю как автомат Калашникова, он надежный. То есть есть, русский умеет что-то хорошо делать. Вот счетчик Битар это, к сожалению, один из немногих продуктов в России, который выпускает качественно, надежно. Возвращаясь к истокам. Я это видел, и вы это видели. Дело было 9 лет назад. Мы прокатились в Чистополь и на заводе, о котором нужно молчать, точнее, рядом с ним производится Битар во всех его наименованиях. И поверьте мне, нет ничего лучше советского, теперь российского оружия. Один чудило вытащил нас из Афгана, а так к странам Варшавского договора прибыла бы еще одна братская республика. Но не судьба. Зато судьба нашего оружия выше всяких похвал. Так же, как и судьба этого счетчика. Битар на сегодняшнем рынке, он, конечно, проигрывает китайцам, проигрывает только ценой. То есть Китай зашел с низкой ценой и подвинул Битар, потому что люди хотят сэкономить. Но старые монтажники, слесаря со стажем, которые проработали более 10 лет, подойдите к старому слесарю и спросите его, какой счетчик поставить. Он вам скажет, Битар, это 100%. Я просто заходил и смотрел, эти счетчики. А разница с Китаем и с Битаром всего лишь 20-30 рублей, по-моему. Мне кажется, что 20-30 рублей экономить не стоит. Ну, не 20-30. Возможно, где-то 50, где-то 100 рублей. Но если вы взяли прибор, который на 100 рублей дешевле Битара, я вам просто не завидую, ребята. Это получается, что вы очень сильно рискуете, потому что там процент брака доходит до 100 штук из тысячи. Это были такие бренды китайские. Я не могу называть слух, это будет антиреклама, это будет некрасиво, называть какой-то другой прибор и его ругать. Это неправильно. Но были такие случаи, когда приходили на рынок России приборы и была ошибка в производстве, в производственном цикле, и вы браковывали целую партию. Эта партия смешалась на рынке России. Что-то ушло в один город, что-то в другой. Потом это все изымалось, и когда посчитали процент брака, там получилось в среднем 100 приборов из тысячи. То есть каждый десятый счетчик был бракован. Но это, скорее всего, исключение из правила, китайские счетчики на сегодняшний день, они, конечно, не такие ужасные. Они подтянули свое качество, и мы видим, что китайские производители, они все-таки, если честно, положить руку на сердце, они улучшили. До автомата Калаш никого не дошли, правильно? До производства, да. Но, видите, все равно такой элемент, как все хотят сэкономить. Китайцы делают счетчики для нас. И они находятся далеко. Даже в гарантийный случай произойдет проблематично работать в случае затопления квартиры или остановки прибора. Ну, остановка прибора – это наименьшая беда, которая может произойти. Самое печальное, когда корпус вономера просто разваливается, потому что он сделан из материала, в котором маленькое содержание меди, дорогой, и большое содержание олова, которого в Китае очень много. То есть, Китай – производитель чуть ли не крупнейший в мире по олову. И, естественно, получается, сплав не очень качественный. Латунь – это сплав меди, олова, да. И латунь получается у них не того качества. Соответственно, возможно, что водомер просто рассыпается, разваливается, отваливается резьба и сечением 15 миллиметров затапливает квартиру. Подумайте, ребятки, а нужна ли вам эта экономия? Ну, вот сколько мы платим? В среднем 400 рублей в месяц. Затопление квартиры соседа вытекает в сумму в 100 раз большую. Стоит ли экономить, а? Теперь о качестве. Поверка счетчиков – это хорошая вещь. Она упрощает жизнь людям. Представьте, что у вас водомер находится где-то далеко, под мойкой, и ваш мужчина, я уже женщину не рассматриваю, не может добраться туда и поменять этот счетчик. Ну, неудобно там, под ванной где-нибудь далеко, да. Вот. На самом деле, поверить счетчик можно, не снимая прибор с трубы, эталонным прибором подключает его последовательно к прибору, пропускает воду, там прошло 100 литров, здесь прошло 100 литров, значит, счетчик считает нормально. Эталонный прибор показал столько же, сколько испытуемый счетчик. Вот. Если погрешность достигла 5% и более, то счетчик считается непрошедшим поверку и подлежит замене. Но поверка чем хороша? Вы экономите денег и вы не заморачиваетесь со съемом прибора, заменой, то есть все, пришел, поверил, выписал бумажку и все хорошо. Но здесь выплывает второй фактор. Вы имеете право просто поменять счетчик. И многие это упускают. То есть у вас есть возможность купить новый прибор, которому не 6 лет, который 6 лет уже прокрутился, а абсолютно новый прибор, который с гарантией будет служить 6 лет. Допустим, у счетчика Битар, гарантия завода-изготовителя, 6 лет. И получается, что 6 лет межповерочный срок у счетчика Битара и 6 лет гарантия. И что же мы имеем в результате? Если я поставил новый прибор счетчика Битар производителя, и счетчик Битар производителя, да, завода Битар, он выходит из строя через 5 лет. Это очень хорошо, потому что вы фактически бесплатно получаете новый прибор от завода-изготовителя, ставите его, и еще 6 лет пользуетесь этим счетчиком. То есть сам межповерочный интервал равен гарантийному сроку счетчика Битар. То есть вы обезопасены со всех сторон. Прослужит 6 лет, хорошо, выйдет из строя, бесплатно поменяете. И у завода Битар очень положительная история по поводу замены счетчиков. Нет, практически отказов не бывает. Это редко кто в России может сказать, что похвастаться тем, что он отказал человеку в замене брака. Битар всегда меняет счетчики, даже в тех случаях, когда утерян паспорт, он может поменять счетчик. То есть наличие паспорта или отсутствие паспорта не обязательно. Наличие чека, где купили, не обязательно. Если у вас счетчик Битар, идете к представителю завода Битар в любом городе России, в любом городе России, приходите, говорите, у меня брак, поменяйте. Вам бесплатно меняет прибор. Это политика завода Битар, и они не боятся этого делать, потому что брака у них мало. Если бы так делали китайские производители, они бы, конечно, возможно, разорились. Они пытаются обменять эти счетчики, но есть определенные препоны, там нет, допустим, у вас паспорта. Все, до свидания. Вы деньги свои потеряли, не предоставили чек, где приобрели, до свидания. То есть ищут способы отказать. Нет акта по снятию счетчика или водоснабжающая организация пишет, произвести замену счетчика, там какой-то акт пишет. Для замены счетчика Битар Бракону ничего не нужно. Никаких актов. Если прибор вышел из строя, у него явный брак, меняет без проблем. Что такое? Вы не ослышались. Мы просто, точнее, завод Битар будет просто менять счетчик. Да потому что брака мало. И да, мы делаем лучшие приборы учета в мире. Так вот, водомер представляет его вам. Рычатка водомера не связана с счетным механизмом. То есть это просто индикатор, который может хаотично вращаться. И он показывает только работоспособность прибора, что клетчатка вращается. Пять лет назад, десять лет назад, непланомерное вращение звездочки на водомере говорило о том, что водомер действительно болен, что туда попала грязь, что он хромает, как бы, как говорится, вот, образно выражаясь. Да, такие приборы уже вызывают подозрения, их снимают, поверяют, прочищают, может, туда что-то поднесло, трубу. Вот. Но на сегодня неравномерная работа звездочки на водомере не говорит о его неисправности. И поэтому новый водомер вы покупаете, вы ставите, он как-то не так вращается внешне, кажется, что не так вращается. Но при этом он считает все точно. Надо смотреть не на звездочку, надо смотреть на расход. То есть, сколько он воды потребил. Конечно, самый банальный, простой способ набрать трехлитровую банку и посмотреть, сколько счетчик посчитал. Но это очень грубый подсчет, потому что люди говорят, вот он в два раза больше воды считает. Да не бывает такое. Погрешность любого прибора, ну, я видел приборы, которые максимально считают 10% больше или меньше. Чтобы счетчик вышел за погрешность более 50%, это нонсенс, это редко. То есть, сам прибор так устроен внутри, чтобы прогнать через него больше или меньше количество воды в два раза в принципе невозможно. Такие случаи единичные. Был один умелец, который вырезал прокладку для водомера и сделал маленькое отверстие в этой прокладке. И струя в счетчик прибора учета воды заходила не планомерно, как она должна заходить, а била тоненькой струйкой размером со спичную головку. Вот в этом случае водомер начинает вращаться с большей скоростью. То есть, получается, струя воды, которая заходит в счетчик, она узконаправленная, то есть, она проходит через одно маленькое отверстие, и водомер начинает вращаться намного быстрее. Вот. Это единственный возможный вариант, когда водомер вышел за пределы там 10% погрешности. Я сам видел этот счетчик, он умудрился нам показать там, к примеру, 10 литров вместо 5. То есть, он в два раза крутился быстрее, потому что слесарь поставил самодельную прокладку, самодельную, сам ее вырезал, сам сделал это маленькое отверстие. Пожалуйста, что больше, но не меньше, правильно? Оказалось больше, но не меньше. И когда мы хотели снять этот счетчик, чтобы отвести его, я снял видео, чтобы отвести его, показать такой уникальный счетчик, который в два раза больше воды считает, показать его в городе Чистополе на заводе Битак, который его сделал, мы его снимаем, смотрим на прокладку, не заводскую, сделанную слесарем вручную, и все сразу становится понятно. Тут же меняем, ставим нормальную прокладку, ставим водомер, замеряем, все четко. То есть, конечно, мы замеряли там, извините, топорным образом, взяли просто трехлитровую банку, наполнили, бабушка посмотрела, три литра, три, полная банка, да, все, она успокоилась, она увидела, что у ней, ну, он посчитал не две трехлитровых банки, одну, одну набрали, одну посчитал. То есть, там погрешность, конечно, это незначительно уже, но не в два раза же больше. Вот. Теперь, что касается по поводу установки все-таки новых приборов, вместо поверки, выбирайте сами. Либо вы получите новый прибор, да, это дороже, это надо его снять, это надо поставить новый прибор, но вы получаете все-таки прибор, который вам сто процентов прослужит шесть лет и вы застрахованы все-таки паспортом водомером и гарантией завода изготовителя. К слову, о новом счетчике. Для меня гарантия важнее. То есть, заплатив сумму всего лишь в полтора раза большую, я не имею никаких проблем с водомером до поверки на новый. И вы знаете, такую гарантию я люблю. Эй, самый дивный вариант. То бишь, мы говорим про счетчики от водомера, битаровские счетчики. Я в свое время их снимал, надеюсь, в этом году, через 10 лет, хотя бы на следующий год уже друет, 10 лет, как я сделал свой евроремонт, я бы хотел съездить в Чистополь. Вообще, классное место, мне оно так реально понравилось, отличный городок. И в этом городе выпускают, ну, практически автомат Калашникова, потому что Татария. И вы знаете, мы умеем делать такие вещи, и благодаря которым Россия, она настолько хороша. Давайте все-таки определимся, что мы будем продавать. С моей точки зрения, лучше продавать вот такие качественные счетчики. Такие же, как мы производим автоматы Калашникова. Такие же, как они у нас есть замечательные системы противоракетные. Да мы много чего умеем делать. Россия не такая уж плохая страна. Реально. И, если честно, обратившись к нашим замечательным, ну, дальневосточным соседям, вы же знаете, чем они занимаются. Хотя они это делают красиво и качественно, но лучше уж советский качественный вариант. Советский, российский качественный вариант. Счетчики от водомера. Битары.